карьерная лестница что делать если достиг своего максимума и в чем смысл в чем смысл в в достижении цели или в удовлетворении самого процесса когда мы совершаем когда мы делаем дело мы получаем удовлетворение от этого дела и неважно достигнем мы чего-то или не достигнем вот что приоритетнее в этом случае авель вот ответь вот ты да по карьерной лестнице идешь нет и достигаешь своего максимума они не иду ну вот дошел до своего максимума что дальше окей на самом деле пошутил каждый из нас идет по карьерной лестнице во всем в чем мы делаем это и в служении и в жизни и в личностном росте и в работе где бы даже вот если у нас как добровольческая деятельность мы все равно идем по карьерной лестнице и для многих карьерная лестница то чем выше я поднимаюсь тем больше мне платят или чем выше я поднимаюсь тем больше удовлетворения но эти вспомним иосифа для него когда-то высшим пунктом карьерной лестнице было то что у него была цветная рубашка да потому что но это не всем давалось такое да потом у него проявилось какое-то понимание того что у него ему ее подарили потому что он чего-то делал и он Он продолжал это делать настолько, что братья родные его просто продали в рабство. Там у него высшим пунктом его карьерной лестницы стало служение в доме у Патифара. И все это плачевно закончилось, потому что там были какие-то другие силы, которые ему противостояли. Потом он попал в тюрьму. Вроде бы он правильно все делал. Я сейчас не говорю правильно. Вроде правильно сбился. Он продвигался по карьерной лестнице. Он мог пожертвовать своей репутацией ради дальнейшего продвижения. Жена бы точно его продвинула бы дальше. Но он этого не сделал. Он поступил как нужно было поступить. И он попал в тюрьму. Он просидел в тюрьме на количество времени. Не маленькое, кстати, количество времени. Просил замолвить о нем словечко и так далее. И он пришел. Следующей точкой его было попасть к фараону на прием и толковать ему сны. И тогда я думаю, что он просто думал, что слава богу, что хоть из тюрьмы выпустят. И то хороший карьерный рост уже. Классно. А потом вдруг раз и премьер-министр всего Египта. А потом раз и вообще распорядитель всего имущества в Египте. И я думаю, что если бы он жил еще там лет 500, фараон бы придумал ему для него и на следующие 400 лет там какое-то действие. Какие-то дела. Потому что когда мы двигаемся в правильном направлении, мы растем по карьерной лестнице. И не важно, в чем это происходит. Нам нужно только понимать, что рост должен быть, во-первых, сообразно нашим возможностям. Потому что Бог давал Иосифу вот эти служения по мере того, как он рос, как личность, как человек, который углублялся в Боге. Хотя тогда не было ни Тора, ни Библии, ничего еще не было. Он жил по Божьему Духу. Мы тоже должны быть Вадимом и Святым Духом. Мы же дети Божьи. И когда мы Вадимы Святым Духом реально, то есть не ищем своего в этом, а проявляем взаимную любовь к Богу. То есть он нас ведет, и мы ему воздаем всю славу в конце концов. То он нас, может быть, через какие-то подъемы и спуски приведет в результате к той вершине, до которой хочет нас довести. Терпение нужно только, терпение, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Я думаю, что с карьерой все в порядке, надо идти. Только нужно по водительству идти. Ну а когда ты достигаешь максимум? Откуда ты знаешь? Максимум это или нет, да? Да. А может быть, я же говорю, что Иосиф думал, что максимум это у Патифара. Оказалось, нет, премьер-министр Максимум. Понятно. Что ты скажешь? Ну я согласен, что, во-первых, никто не знает, где его максимум. Вот, допустим, человек стал президентом страны и думает, вот я достиг максимума. То есть все говорят, что некуда дальше развиваться, некуда расти. Может быть, можно стать президентом земли. Вот, я не знаю, как бы... Или на второй срок остаться. На второй срок, да. Но, скажем так, что я думаю. Во-первых, я считаю, я согласен с Аверием полностью, что нужно расти постоянно. Карьера – это прекрасно, это хорошо. И когда многие христиане говорят, да мне не надо расти, извините, потому-то мы не имеем доступа к тем людям, которые мы хотели бы проповедовать, но мы можем только за них молиться. Да, очень часто спрашивала я людей, кто бы хотел проповедовать, может быть, Аверием, кто хочет проповедовать премьер-министру Израиля. Поднимаются руки. Я просто, может быть, это грубо, но я говорю, а кто вас к нему пустит? Грубо. Но это факт. Что вы сделали для того, чтобы вас к нему пустили? Это не то, что, знаете, там допуск какой-то специальный, да, пропустить меня к президенту. Нет, чтобы проповедовать президенту, нужно быть возле президента. Понимаете? Или быть тем человеком, который… Который умеет толковать сны. Мы вспоминаем Билли Грэма, который с 1956 года, да, он общался со всеми президентами. Это была личность, да. То есть ты либо стань личностью, которая настолько высокодуховная, либо ты стань тем, кто работает рядышком. То есть нам нужно постоянно продвигаться вперед. Вы знаете, я бы сказал еще, еще что в заключении, это то, что не всегда, когда мы по карьерной лестнице развиваемся, растем, вот как пример с Иосифом, мы с вами постоянно, видимо, будем продвигаться. Если Бог призвал вас стать премьер-министром, то очевидно у вас что-то подобное будет, что в жизни Иосифа. Когда вас будет швырять и бросать, вы будете опять вставать, опять пытаться что-то наладить в жизни, да, все вроде пошло, а потом опять вас отшвыривает не только по вашей причине или по вашему какому-то минусу, но это могут быть какие-то обстоятельства, испытывающие ваше сердце, ваш настрой. И тут есть определенные детали. Редактор субтитров А.Семкин